Интервью с доктором про кровоток, как его обеспечить. Вырабатывается гормон роста, антиэйдж, такой омолаживающий гормон, он очень важен. Хорошо очень работает на кровоток вибрации. Когда там возникает проблема, все спазмируется, и она нормально не работает. Как ни странно, хороший сон. Воспалительные процессы и нарушения микрофлоры будут обеднять суставы, хрящи. У меня упал лоб, я показываю фотографию свою с 17-го года. Всем привет, добро пожаловать на канал Наталья Васильевич. Мы продолжаем разговор о том, как сохранить вашу молодость и естественность. Делюсь видео о современных и безопасных бьюти-процедурах. И мы продолжаем интервью с доктором, с доктором превентивной медицины, с основателем клиники доктор Глин в Москве. У Сергея потрясающий блог про здоровье. И мы продолжаем разговор о том, как поддерживать молодость комплексно изнутри и быть всегда в энергии, в движении. Уже выяснили в первой части, мы поговорили о кишечнике, о важности микробиома. Кто еще не смотрел первую часть, обязательно это сделайте. И также мы выяснили, наверное, наравне со здоровьем кишечника, насколько важен кровоток в тканях, везде, не только в лице. Почему важно движение. И вот сейчас как раз переходим к этой теме про кровоток, как его обеспечить и какие процедуры нам могут помочь, чтобы это было без вреда, без последствий, без инъекций, а вы были молодыми. Итак, Сергей, кровоток, чудесный кровоток. Раскрывай. Ну, по поводу кровотока. Есть две составляющие. Поговорил бы не только о движении крови, но и о движении лимфы. То есть это две составляющие. Кровоток доносит питательные вещества, а лимфоток убирает токсины из организма. Как канализация в нашем теле. По сути, да. Ну, грубо говоря. Важно, чтобы эти две системы обе работали. И кровоток, собственно говоря, как и лимфоток, он очень здорово стимулируется, когда сокращается мышца. Например, когда мышца просто не работает. Мы же многие, собственно говоря, люди сейчас, да я скажу даже большинство, ведут малоподвижный образ жизни. Ну, проснулись, дальше на машине куда-то переместились, зачастую целый день человек сидит, возвращается потом домой. Все это еще часто происходит еще и... Опять на машине? Да, все время в общем в малоподвижном режиме. И мышцы не работают. При сокращении мышцы проталкивается крови больше. То есть, активность, циркуляция крови, когда мышца сокращается, просто в сотни раз больше. Это что значит? Это значит, что физическая активность будет стимулировать движение крови, циркуляцию. А это что значит? Это значит, что с большей частотой микронутриенты, питательные вещества, кислород будут взаимодействовать с нашими клетками, со всеми организмами. Да, это касается и органов. То есть, например, если говорить о движении крови, то она движется, все знают, за счет сокращения сердца. А вот что касается лимфы, то она к сердцу никакого отношения не имеет. И движение лимфы обеспечивает несколько вещей. Это как раз-таки мышцы, это работа диафрагмы и работа петель кишечника. Ну, сокращение кишечника во время перистальтики. Все. Если где-то у нас возникает нарушение работы диафрагмы, очень часто возникает из-за проблем в позвоночнике, в грудном отделе. Диафрагму расправляем. Да-да-да. Ну, надо расправить и позаботиться о грудном отделе позвоночника. Я все к своей теме, потому что как раз-таки в области позвоночника диафрагма и крепится частью своих связок. И когда там возникает проблема, все, спазмируется, и она нормально не работает. Еще она работает за счет движения легких. А опять же, легкие движутся за счет работы правильно грудной клетки. Это межоберные мышцы. Опять зависит все от грудного отдела позвоночника. То есть, очень много связей здесь. И вообще, если говорить по-хорошему, то организм нельзя рассматривать кусочками. Все очень связано. Типа отдельно лицо, да? Если вот мы говорим про бьюти-процедуру. Лицо уколите, а там включена такая осанка. И опять же, мы сейчас о кровотоке и лимфотоке. То физические упражнения – это первое, что важно делать. Вот я, например, физические упражнения делаю каждый день обязательно в порядке. И это дает еще и энергию, потому что клетки, они, когда обновляются, вырабатывается правильная, скажем так, правильная балансировка гормональная в том числе, которая тоже поддерживает работу многих органов системы энергии. И во время физической активности, правильной физической активности, вырабатывается гормон роста. Гормон роста – это гормон, который, скажем так, антиэйдж, такой омолаживающий гормон. Он очень важен. Поэтому физическая активность хороша не только для кровотока, но и для гормональной сферы. Второе, что хорошо очень работает на кровоток и на лимфодренаж – это различные бани, сауны, там, где идет прогрев глубокий. Сосуды расширяются, опять же, улучшается отток крови, там, где было болотце, оно расширяется, помните, мы про болотце говорили, из-за того, что какие-то сосуды и мышцы спазмированы. В общем, регулярные, там, например, бани раз в неделю тоже очень полезны. Да, закаливание, контрастные души – великолепно. Если мы говорим о процедурах, то здесь методик достаточно много. Есть методики, ну, самые простые – это массаж, вот. Но у массажа есть ряд преимуществ и есть вещи, которые просто нужно знать. Вот мы используем массажи в наших тоже процедурах, в клинике для того, чтобы снять боль, убрать воспалительные процессы какие-то. И массажисты работают, скажем так, в паре с врачом, ну, то есть, с остеопатом или с мануальным терапевтом, или с физиотерапевтом, его, когда нужно, привлекают. Но они глубоко в мышцы зайти не могут, они работают максимум на двух слоях. А, например, в позвоночнике, в спине, 7 мышечных слоев. Вопрос, как туда проникнуть. И вот здесь… А в лице? В лице тоже несколько мышечных слоев. Там достать проще массажем, конечно, потому что здесь очень близко костная структура. Вот, соответственно, с мышцами хорошо работает несколько приемов. Один из приемов, массажных в том числе, является вибрацией. И таких аппаратов, например, которые делают вибрацию, их несколько. Есть такой медицинский аппарат, называется ударно-волновая терапия. И он в основном используется как раз-таки для позвоночника, для суставов. Там мощное идет воздействие, очень сильное. По лицу таким аппаратам бить нельзя. Ну, то есть там… Поэтому здесь… Я сразу представлю. …специальные аппараты, да, которые работают с лицом. О них… О них ты как раз и расскажешь, да, да, да. И когда мы к нему перейдем, я просто расскажу подробнее, в чем суть этого аппарата. Дальше. Что еще хорошо улучшает кровоток, как ни странно, хороший сон? Вот многие удивятся, да. Это очень чудесная таблетка. Да, хорошая… Да, половинка той там все-таки, да. Да, да. Почему мы сейчас говорим об этом? Потому что сон снижает стресс, хороший сон. А стресс – это спазм. Ну, то есть… И опять же, многие люди живут в стрессе, и еще недосыпы постоянно этот стресс усиливают. Опять же, во сне вырабатывается уже другой гормон мелатонин, тоже, который является антивозрастным гормоном. Да, а кортизол, наоборот, будет понижаться. То есть здесь происходит регулировка вот этих вот гормонов. Поэтому, опять же, я хочу, чтобы слушатели понимали, что здесь должен быть всегда комплекс. Не бывает белой таблетки. И мы, я со своими, например, пациентами работаю всегда только комплексом. То есть мы, допустим, если занимаемся, к примеру, позвоночником, мы работаем и с микробиотой кишечника. Обязательно. Потому что воспалительные процессы и нарушение микрофлоры будут обеднять суставы, хрящи, да. Воспалительные процессы в кишечнике будут вызывать мышечные спазмы. Воспаление сухожилий мышц. Поэтому с лицом, с красотой та же самая история. То есть микронутриенты важны? Да, важны. Важно ли делать упражнения? Важно, конечно. В том числе можно самомассаж для лица делать. Никто не... Как бы это только полезно будет. Хорошо, если делать, допустим, контрастные вот то, что мы говорили, для кровотока. Лед прикладывать к лицу. Ну, чтобы сосудики тоже, да, играли. Тоже же хорошо. Но и очень хорошо, конечно, использовать и специальные методы, которые разработаны для того, чтобы системно насыщать мышцы кровотоком, чтобы они держали свой тонус. Это уже немножечко другая история. Давайте сейчас поподробнее на этом остановимся. Хотела, знаете, расскажу свою краткую историю о том, что я показываю фотографию свою с 17-го года, когда я почувствовала, мне было 34 года, по-моему. У меня упал лоб. Я просто, если поднимала брови, у меня он очень сильно морщинился. И тогда вот, хотя у меня уже была в новосибирской косметологии, но я видела, поскольку на протяжении 11 лет я смотрю женские лица, и я вижу, кто рано подсаживается на инъекции, потом с этим лицом не так все как бы благостно, как мне бы хотелось. Лицо ненатуральное, лицо одутловатое. Я так понимаю, что одутловатость это как раз из-за отсутствия механического движения, лимфа застаивается, да, сам препарат убирает себя в воду. Ну, это, во-первых, препарат убирает еще в воду, да, застой идут. То есть не решается глобальная проблема, она маскируется. Первая причина не убрана, так это скажем, да, и я, получается, что поняла, что так, на инъекции, на лоб, я вижу по своей маме, у моей мамы сильно опали так веки, и я, глядя на нее, думаю, ну, наверное, мне тоже блефора уже потом предстоит, например. И появилось тогда модное такое течение, как фейс-фитнес, тренировки, я купила, помню, курс, у меня как раз там родились только вот второй-третий ребенок, и я начала, одно упражнение просто взяла из этого курса, думаю, дам себе время. Просто в пробках две недели я делала одно упражнение, поднимала брови, там держала, и я почувствовала, как вот весь вот апоневроз, вот здесь вот эта вся моя голова начала вот так двигаться. У меня тогда был шок, и потихоньку-потихоньку вот на протяжении вот до вот этого года я периодически, да, разминала себе лоб, у меня действительно глаза открылись, только левая бровь у меня была такая падающая. И вот, когда мы сейчас внедряли эту процедуру аппаратного фейслифтинга, я вижу, что мой лоб просто распрямляется, вот за счет как раз стимуляции мыши, за счет кровотока, вот как раз мы сейчас хочу, чтобы именно доктор, человек, который работает комплексно с телом, поспрашивать вопросы, за счет чего. И смотрите, и получается, что, ну, меня на это ушло, на стимуляцию вот самостоятельного мышц, просто при моем графике, при четырех детях, там, при сети салонов, ну, мне некогда, вот, Сереж, мне надо присесть, мне надо там подышать, вакуум поделать, там, завтрак приготовить, с пяточки свою йогу там поразминать, побегать. Короче, у меня стресс, плюс еще полчаса нужно разминать себя, какие-то упражнения, роликовые массажи. Вот кто со мной в инстаграме, видите, в сторис я выкладываю периодически массажеры, я в это верю, но у меня нет этого времени на это. И когда я вот начала внедрять процедуру аппаратного фейслифтинга, слушайте, девочки, вот как раз для занятых дам, потому что руками, вот, да, как ты сказала, ну, невозможно проработать все слои настолько, то есть до уровня кости, где напряжение, до уровня вот фасций. То есть так, чтобы именно для занятых женщин прийти, и у тебя получается воздействие, чем руки, ну, эффективнее просто в десятки раз, и, соответственно, быстрее эффект, ну, нет сейчас, например, если упал уже лоб, ну, нет, вот, как у меня с 17 по 23, да, там, 6 лет, нет времени, чтобы там натренировать себе лоб, вот, например. И поэтому вот есть такая процедура, аппаратный фейслифтинг, с помощью которой вы как раз-таки на протяжении курса, это примерно 2-3 недели, такой происходит, пинок вашим мышцам, я в шоке, потому что мы столько отзывов получаем. Дарья, здравствуйте, вы сегодня после 4-й процедуры аппаратного фейслифтинга, поделитесь вашими впечатлениями, расскажите, как вам процедура и какой эффект вы увидите. Процедура супер, я всем рекомендую, во-первых, это безумно приятно, это невероятное ощущение, это настоящий отдых и расслабление, особенно вечером, например, после тяжелого дня, расслабляются практически все мышцы, я даже вот заметила, что я стала лучше видеть, это как-то так положительно повлияло на зрение, потому что, видимо, расслабляются глаза, и вот по ощущениям как-то меньше стали уставать глаза, ну а вообще, конечно, ну супер, ну я думаю, каждый должен прийти и сам все узнать и попробовать. Это я сейчас поделилась своими ощущениями, я сейчас просто покорена отзывы клиентов, это подтверждает, что не только у меня одной, вот я стала замечать изменения, именно я понимаю, что сейчас, вот как бы, знаете, мне сейчас 40 лет, как будто я успела зайти в вагон, я будоражу свои снова мышцы, мои специалисты мне делают процедуры, и я вот от этого счастлива, я просто хочу, чтобы вы это прониклись, поняли и поддержали. Я теперь поняла, что в косметологии есть процедуры, которые убираются первопричины, есть процедуры, которые безболезненные, главное, что это очень доступно по цене, это не какие-то там дорогостоящие аппаратные, там лазерные процедуры, там порядка двух тысяч, там примерно рублей, ну, зависит от города, есть система абонементов, в общем, давайте сейчас вот как раз более медицинской терминологии, Сергей, вот расскажи, вот происходит стимуляция мышц, почему это важно в лице? Ну, во-первых, нужно понимать, какая это стимуляция, это вибрация определенной частоты, которая воздействует на мышцы, мышцы очень любят вибрацию, они под воздействием этой вибрации, во-первых, участки, которые часто бывают, там же волокна идут, и часто бывают участки у этой одной мышцы сокращенные, и мышца скручена, и кусочек, например, не работает, то есть дисбаланс даже в одной мышце может быть. Именно вибрация позволяет мышце стать однородной, это первое. Второе, за счет вибрационных воздействий, это другое воздействие, то есть я бы не заменял, допустим, вибрацию и массаж лица, и это две разных, по сути говоря, процедуры. Вибрационное воздействие, оно дает насыщение тканей, мышцы в том числе, кровью, а это значит обмен веществ, а это значит тонус у этой мышцы, это значит, что, почему здесь, допустим, происходит со временем обвисание, потому что кровоток нарушен, мышцы уже не могут держать, они обвисают, то есть тонус теряется. Ну, плюс еще жировые пакеты, которые тоже с возрастом могут уходить. То есть за счет того, что поддерживается уровень нормальной микроциркуляции, и это происходит не просто на процедуре, когда человек проходит комплексно, у него меняется мышечная память, то есть мышцы начинают уже удерживать это состояние, которое человек на курсе процедур получает. Соответственно, естественным образом, ну, как бы сами мышцы, организм сам опять вспоминает, как это должно быть, какой тонус должен быть у этих мышц, и он уже, соответственно, внешне тоже меняется за счет того, что мышцы держат, и кожа, все это начинает натягиваться, приобретает свежий вид. Даже цвет лица меняется за счет того, что уходит... Сосветленная, да. Да, это уже дренаж, это про лимфоток, то, что мы говорили, то есть уходит серость, уходит вот эта вот токсичность. Потому что, опять же, давайте не будем забывать, что когда речь идет о женщинах, женщины все наносят косметику. Мало кто, наверное, знает, что косметика, даже очень дорогостоящая, содержит в себе кучу разных химических веществ. Это токсины. Ну, то есть, я когда вот тоже рассказываю про детоксикацию в организме, мы косметику вообще отдельно выделяем. То есть, женщины больше подвержены интоксикации, чем мужчины за счет именно, ну, косметики, за счет того, что это каждый день происходит. То есть, токсины с лица могут уникнуть куда-то? Нет, они протекают, они в первую очередь влияют на структуру самой кожи, ткани, мышцы и так далее. Вот, то есть, даже мы проводили некоторые исследования сами и видели, что даже супердорогая косметика внутри в составе, ну, когда читаешь вот этикетки, имеет достаточно вредные вещества. Они, да, в маленьких дозировках, но представьте, вы же, ну, обычно не один вид косметики. На протяжении несколько дней. Конечно, и плюс, кто один вид косметики накладывает? Сколько вот косметики в среднем женщина накладывает? Ну, в среднем, не знаю. Это же, ну, что? Ну, тон, как минимум. Да, тон, пудра, еще что-то. И все это много всего. И вот благодаря этой процедуре она позволяет, во-первых, усилить эту дуринажную функцию организма, вывести эти токсины локально отсюда, из этой зоны. А когда, ты же прорабатываешь эту зону, когда с людьми? Конечно, потому что проработка зоны шейно-воротниковой дает, усиливает отток крови от головы. И причем тоже будет, может быть, интересная информация, у нас в теле 85% это вены, вены, и только 15% это артерии. Это о чем говорит? О том, что для организма важен отток. То есть, когда ты снимаешь напряжение отсюда, убираешь мышечный спазм, ты как бы раскрываешь пережатые трубы, по которым не может течь вода, ну, а в нашем случае кровь. И когда у нас усиливается отток, организм по артериям и приток может дать. Это стимулирует циркуляцию, все время идет движение. Поэтому вот эта зона грудного, шейно-воротникового отдела обязательно, конечно же, нужно тоже оказывать внимание с точки зрения аппаратной воздействия. Те, кто занимается самостоятельно, в том числе, обязательно с упражнениями, тоже на эту зону обращать нужно. Очень важно. Шейно-воротниковую зону, да. Да, то есть, даже многие знают, что когда там делаешь там, ну, это массаж лица, то есть, как он, фейслифтинг называется, да, фейс-фитнес, да, помимо лица обязательно прорабатывается вот эта часть. То есть, почему именно лимфодренаж, именно отток и отток венозный в том числе. Напишите в комментариях, кто делает фейс-фитнес, какой у вас результат, когда вы сами по себе. Либо, интересно, много ли здесь у меня на канале тех, кто, да ну, я не верю во всякие эти массажи, пойду кольну или там себе лазером для цвета лица себе, шух, сделаю какую-то процедуру абляционную, например, да. Хотя все имеет место быть, я всегда говорю, косметология тоже в комплексе, есть крутые лазеры, есть крутые препараты, там никто говорит, там, вы можете работать с первопричиной, чуть-чуть увлажнить кожу с помощью инъекций, например, там, сделать контурную пластику губ, то есть, вы знаете, что я сама немножко делаю инъекции, но первопричина, ни один, мне кажется, укол, ни один ботекс не снимет вот костное напряжение. Слушайте, настолько получается у нас интересная беседа, я хочу задать вопрос, а также про важные суставы и мышцы в нашем лице, это жевательные мышцы, это не то, что носогубку все мы видим, там, или лоб. Я предлагаю записать еще одно видео, я не отпущу Сергея сегодня, девчонки, напишите пока под этим видео вопросы, которые вы хотите задать Сергею, если вам этот формат понравился, я предлагаю еще, мы встретимся, я приставучая, я поймаю, еще пообщаемся. Поэтому пишите здесь в комментариях, мы продолжим разговор, как зубы связаны не только эстетически, что они там белые или ровные, как сами суставы влияют на тяжи в шее, на здоровье и даже на наш мозг. Да? Да. Вот, в этом и в следующем видео. Все, пока-пока. Продолжение следует...